Азаров Алексей Никонорович. Родился в 1922 году, в октябре 1940 был призван в армию, учился в военно-авиационном училище в Мелитополе, но с лета 1942 стал артиллеристом. Воевал под Ржевом, принимал участие в сражениях на Орловско-Курской дуге, освобождал Украину, Польшу, форсировал Шпрее, герой Советского Союза. Алексей Никонорович, как для вас началась война? Что это был за день 22 июня? Я тогда служил в Одессе. И в это время мы стояли в лагере, находились в лагере. И вы сами представляете, что такое лагерная жизнь. Палатки, их много палаток, расквартированы. Там были не только наши отдельные дивизионы, и полк там был. И не с раннего утра, а вот когда мы проснулись приблизительно в 10, в 11 часов, 22 числа, как в песне поется, Киеву бомбили, нам объявили, что началась война. Я лично сам слушал выступления Молотова. И четко, четко, так сказать, и до сего времени эти слова звучат в моих ушах. А что это были за части, в которых вы служили? Это был артиллерийский полк 76-миллиметровых пушек, входивший в стрелковую дивизию. И я лично служил в орудийном расчете. Я так был отличником боевой и политической подготовки. И у меня все шло хорошо. И я часть прилично изучал, так сказать, и хорошо знал пушку, и хорошо знал теорию стрельбы. И уже эта родная пушка, сейчас ты тренируешься, значит, с ней, учишься, как говорят, стрелять из нее. И даже перед вступлением в бой были учебные стрельбы, учебные с боевым снарядом даже. Не с учебными, а с боевым снарядом, прямо по движущимся целям. И я так в порядке, как говорят, по хвальбе, так сказать, скажу. На первых учебных стрельбах, а я был наводчиком, так сказать, и я из трех снарядов попал два. И это по тем показателям считалось самой высокой, высокой отметкой, отличной. — Алексей Никонорович, вот вы говорите, что вы были очень хорошим наводчиком. А у вас были какие-нибудь хитрости вот в этой наводке? — Были, мои. — Да. — Вы знаете, у меня есть какая-то интуиция, какое-то чувство. Я уже вижу, когда как цель появилась, она идет, я уже так сочувствую. Вот тут надо немножко перекрестия пустить или немножко поднять. Теперь второй фактор – это упреждение. Ведь стреляют, главным образом, по движущимся целям. Теперь танк, он может строго перпендикулярно, а может идти под каким-то углом. И это зависит. И вот именно тут вот какой-то, я говорю, интуиция чутье, так сказать, вот, а иногда достигает такого состояния, что вообще чувство теряешь. Это же страшное дело, допустим, на тебе движутся. Это, ну, я тут некоторые, так сказать, азбучные истины вам скажу. ЗИС-2, потом усовершенствованный вариант, ЗИС-3. Вот. И она, значит, она могла поражать до полутора километров. Тогда наводчик и командир себя чувствуют спокойнее, так сказать. Вот с такого расстояния, если метко стреляешь, и на таком расстоянии ты находишься, ты чувствуешь себя увереннее. Ну, когда он приближается на 800-600-400, а, как говорили, значит, тигра можно только в лоб поразить с расстояния 100 метров. Скажите, какие нервы должны быть у наводчика и не только у наводчика, и у других членов расчета, или вот этого, орудийного расчета, так он и назывался. У него глаза на лоб вылазят. Он теряет самобладание. И я-то потом вот эту теорию так хорошо познал и в личном плане, и как командир. Некоторые теряются, 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 что они, как говорят, становятся неуправляемыми. Отсюда и за город отряды так родились. Вот тут эти храбрые, как говорят, которые сидели, бог его знает, где сидели, вот, говорит, тут Сталин, так сказать, за град отряны, так сказать, ставил. Это самое мудрейшее решение. Они были поставлены не для того, чтобы своих расстрелить, а для того, чтобы пугать их в какой-то мере. И я их видел, и я никогда не боялся даже. И если, а вот, много видел, и если фронт тронулся, ну, не весь фронт большом, ну, вот, участок, побежали, их никакой силой не удержишь. Вот только сзади стреляющие, но они стреляют сначала выше голов. Ну, и когда, ну, уже, если он оглядывается, и за град есть, он уже не побежит, он будет сидеть до тех пор. И это, это мудрейшее решение. И если у кого вы услышите, скажи, ты сам не видел и не знаешь, что это такое, так сказать. И то, что эти закрады... Я сам, это такие вообще примитивы, не понимающие психологику, психику человека. Если он знает, там его встретят, то он уже не побежит. А на фронте только, только сидеть. Так сказать, сидеть, как я вот сказал, хоть ты голову, ну, ты хоть стреляй. Стреляй только, а то и не стреляй. Вы знаете, эффект, колосс, самый важный, не когда стреляет по цели, а когда вообще стреляет. И вот если, допустим, солдат лежит, пикадемец, вот так, и не стреляет, это совсем плохо. То, что он голову уже, землю уже зарыл. А если он зарыл, и вот так стреляет, стреляет, и, так сказать, уже эффект есть, понимаете. Если бы все, кто наступал, все стреляли так, то противнику очень жарко было, и потери было. Ну, это так, порядка отступления. Война – это тяжелое испытание. Человеческие, как говорят, качества. И на войне каждый реагирует по-своему. Можно только определенно сказать, что у всех поджилки дрожат. Но как это проявляется внешне, все по-разному. Вот я видел такие случаи. И даже неоднократно падает, значит, плашмя в окоп, вот этот, в орудины. И вот так глаза выстрелят. Выходи. Сейчас пристрелю. А там, так сказать, порывит, как говорят, отражение этой танковой атаки. На все, так сказать, можешь пойти. Вот так и осталось лежать. Не буду же я стрелять. Я и тогда понимал, грех на себя я никогда. Попугать я могу. А стрелять. Да я в немцы не мог выстрелить. Лучше пусть лапшин, так сказать, стрелять. Он очень любит. Он их очень ненавидит. Гриша, давай. Он уже знает. Махнул рукой, это значит. А это так. Вот бригада, или, можно сказать, танковый корпус, почти всегда был на наступлении. Все люди, и немцы тоже трутся. Они начинают прятаться. Вот танки, как говорят, проскочили туда дальше. А здесь, в населенном пункте, их много. И что вот на этот случай, так сказать, говоришь? Ну, вот ты там, значит, Копылов, возьми три или пять человек, идите прочешите. И вот, и вот начинают прочёствовать. Смотришь, человек семь ведут. Вот где-то на чердаках находят, где-то по каким-то углам. И вот при... А время ночное. Ну, вот что делать с этими немцами? Это вечная проблема. Значит, надо отправлять пункты сбора конвоя при сопровождении двух человек. Но мог я в тяжёлую, а в батареях, в расчётах всегда был недокомплект. Ну, куда? Его только в расход. Только в расход. Вот, и начинаешь тут вот так лавировать взглядом, так сказать, вынуждены. Не отпустишь, идите, они же, так сказать, они тебе потом с другого конца деревни тебе в спину будут стрелять. Вот, я это говорю к тому, сам не мог стрелять. Я не лавирую, я вам так сказать. Был, значит, дикий случай перед Берлином, так сказать. И вот наступаем, наступаем, и захватили этот населённый пункт, есть тут пехота, значит, выдвинулась и моя батарея. И так справа хрестцы ржи, и там, оказывается, большая, даже были зенитные орудия. И вот они как начали, так сказать, чесать, так сказать, и по мне, и по этой деревне освобождённые, так сказать. Вот, справа пошёл танк, значит, наш, значит, и пошли прямо тут по дороге. Ну, в общем, немцы стали разбегаться, их, как зайцев, стали ловить. И наловили много. И вот прям приводят сюда, и я тут нахожусь, так сказать. Что с ними тоже делать? Ну, и кому-то, так сказать, как надо... Люди-то гибнут. Мщение, так сказать, чувство, так сказать, отомстить растёт, так сказать. Так, и вот, значит, иду я, значит, этот самый Лапшин, я уже на него буду списывать. Он хочет, значит, стрелять, вот его, так сказать, где-то почти последнее. Он кричит, товарищ, товарищ, не стреляйте, так сказать. И начинает говорить на ломаном языке, так сказать, по-русски. Я говорю, кто ты? Он говорит, я югослав. Как ты югослав? А вот так, я, значит, работал где-то в Германии, значит, портным. И меня мобилизовали в армию. И я тут вот оказался. И вот мы этого... Я его назвал, значит, Антон именем, так сказать. Антон, я говорю, мы его в расход не будем пускать. Вот четвёртое орудие определяем. И ему говорим, что не будем, потому что Тита, друг, и мы дружим с вами. И он жил, наверное, месяца полтора в моей батарее. А потом его забрали в штаб бригады. И его определили в ателье. И он там вот так шил, так сказать, эти самые, кителя, брюки офицерскому составу штаба бригады. Я всегда стрелял. И стрелял... Стрелял очень хорошо. В общем, немножко элемент есть бахвальства. Но при стрельбе по танкам у меня хорошо получалось. А вот первый раз, когда вы с танками встретились? Начало военных действий, или, так сказать, первое боевое крещение, я получил 8 августа 1942 года. Вот тут, в районе Ржева, была такая, укрепрайон деревни Грядякино. Вот 8-го, ну, не прямой наводкой стрелял, а стрелял в закрытых позициях. Ну, я там был, я там был просто наводчиком-то. Ну, стрелял, значит, больше стрелял по пехоте, вот, особенно Шерапнелью. Это очень хорошая стрельба, и ты видишь свой результат. А как вы оцениваете вот работу немецких артиллеристов и ваших? Лучше они стреляли, или хуже? Я бы не сказал, что они лучше стреляли. Они больше стреляли, особенно минометные стрельбы. Они сначала не огневую позицию, а завозят склад, если можно так выразиться, в большое количество мин. А потом уже размещают пушку. И они стреляют беспрерывно. А вот, Алексей Николаевич, значит, на Ржевском направлении, вы сказали, вам в основном приходилось вот стрелять по дальним целям, да? Я был в составе мотострелковой бригады. Три батальона мотострелков. Вот это главная сила. И их, так приблизительно, в батальоне 800 человек. Это сила большая. И вот на первых порах, вот тогда, когда нас вели в бой, восьмого, да там, по-моему, еще какая-то неразбериха. Обычный, допустим, командир батальона, он только думает, как, где разместить, как окопалась эта своя пехова. А кто откуда стреляет, кто должен поддерживать, он и не знает. И, может быть, артиллеристы на первых порах. И действительно, так сказать, по-моему, так было. Вот когда потом мы попали под Сычевку, когда нас атаковывали, контратаковывали сильно, так сказать. И, допустим, мне пришлось стрелять. И, значит, командир батареи заметил и представил, так сказать, ну, приблизительно в ноябре. В общем, приказ о награждении орденом Красной Звезды был в самые последние числа. А вы же потом попали на Орловско-Курскую дугу как раз, да? На Орловско-Курское направление. Маленький перерыв. Нас бросили под Старую Руссу. Мы там просидели, наверное, ну, с полмесяца, если... И так мы во времянках... Ну, некоторые категории, так сказать, могли размещаться в этих самых хотенках, так. А больше всего в этих Ишелах-Шах оставались, так сказать. А холодно было. Ну, вот спасали эти самые костры. Вы можете сказать, как? Демаскируют. Ну, там, видимо, авиации не было, и это не угрожало, так сказать. И только этим обыгрывались, и, как говорят, шили. И мой диапазон, когда я еще был рядовым, только он распространялся, где дивизион, где артиллеристы. А потом стал и немного соображать. Хотя это не входило. Нас не ориентировали, так сказать, где наша пехота. Вот другое дело, когда прямо задача дается. Батальон или батальоны наступают в этом направлении. Это точно говорят. И, значит, вы, соответственно, ставьте артиллерии свою задачу. В данном случае она будет передвигаться, и вы тоже огнем и колесами. Это интересный такой термин. Огнем, значит... Ну, это так, скорее, в теории. Потому что местность – это не Сахара, не это самое ровное, так сказать, пустыня. А ведь где найдешь? Обязательно где-то балки, где-то ущелья, так. А пушка весила около 1200 килограмм. Попробуй ее, так сказать. Как ее... Алексей Николаевич, расскажите про Курскую битву. Чего вы там делали? Вот чего делали. И вот оттуда, из Ковщины, если можно сказать, в апреле месяце нас разместили под обаянию. Вот это предвестник уже Курской дуги. В апреле нас разместили, во-первых, во втором эшелоне. Ну, это... Это вот этих маневренных войск – это их привилегия. Пехота, пехота, как только перебросили, окапывайся и сиди в этих самых траншеях. И вот в течение трех или трех с половиной месяцев мы все время жили в напряжении. Мы все ждали наступления немцев. Вот докатились до вас немцы или нет? Ну, как докатились? Да они перекатились. А они продвинулись вот на том направлении, куда нас сунули. А сунули всю первую танковую армию. От 18 до 32 километров. И танковая армия, могу сказать, она потеряла всю материальную часть. И наш дивизион, и я уже стал в процессе боя, стал командиром батареи. Все пушки были уничтожены. Вот так. Так что они не только докатились и перекатились. Ведь это сам Белгородское направление самое, так сказать, самое... Самое... Самое интенсивное бои велись. Но как же они перекатились через вас? Немцы использовали на Курской битве, в Курской битве, вот этот новый танк, Тигр, Пантеру, самоходное орудие, Фердинанд. Вот в этом была большая трудность. По-моему, за три уничтожены давали герои Советского Союза. Вот наводчика, если уничтожить три тигра, а попробуй уничтожь из моей пушки 76-ти, которая в лоб только может при угле встречи 90 градусов с расстояния 100 метров выразить. Вот попробуйте. А у него, у этого тигра, это самое, вот этот Дилда, так сказать, пушка, значит, наверное, 5 метров. Представляете, какая начальная скорость и какое качество стрельбы. И, наверное, и 3 пулемета. Вот попробуйте так, на расстоянии 100 метров. Когда они на расстоянии 1,5, то они не особенно угрожают пушке. Но когда, вот он, а 100 метров, знаете, у страха глаза велики, так сказать. Он уже совсем чувствует, что вот уже давит пушку. Ну, к счастью, не так часто вот это случалось. Вот так, чтобы тигры оказывались на этом. Они справлялись значительно, ну, как длинного расстояния, с большего расстояния, так сказать. Они уже могли поражать в совершенстве, так сказать, с расстояния 800 метров. Они даже с расстояния 1200 могли бедную эту пущенку, если они ее обнаруживали. Кстати, появились тигры, пантеры, фердинанды, появились у нас ИСы. И появилась 100-миллиметровая пушка. Вот 100-миллиметровая пушка, если она в танк попадала в лоб, она, может быть, с рядов не пробивала. То экипаж, как рыба, лохла там в этом. Представляете, какая мощь 100-миллиметровая. Она и по калибру выше 76-миллиметровой. И, значит, за счет длины ствола, так сказать, это изумительно. Сколько вы танков там сожгли? Ну, вот в бою 10 июля на моем счету записано 11 танков. Только в один день. 11 танков. Мой взвод, 7 танков, и второй взвод, в котором была только одна. Четвертая уже была разбита пушка. А здесь 10-го я потерял именно все танки. Вернее, все пушки. Все были разбиты. И осталось из 65-70 человек 8 человек всего. В том числе и я был ранен. Вы представляете, сколько, сколько, так сказать, потеряли мы. Много потеряли. И это была, это страшная была картина. В этом бою я уже стал командой, так как командир был ранен. Вот. И он сразу покинул поле боя. Думаю, что обрадовавшись и... А там, там охотников сидеть на... Особенно в такие моменты. Такой час, так сказать, лучше надо уходить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok